Знакомимся с интерактивным средством, которое называется выбор изображения. Для разнообразия я открыл это средство уже в режиме редактирования. Обратите внимание, что здесь в несколько областей внесены какие-то изображения. В данном случае это будут знакомые нам флаги различных государств. И к ним имеются подписи, какие именно это государства. То есть здесь я могу выбрать какое-то количество изображений, в данном случае 4. Вношу в эти области графические изображения и делаю к ним подписи. Обратите внимание, что в меню имеются две возможности. Работать в режиме выбора метки или в режиме рукописного текста. Я выбрал в выборе метки. В чем же заключается смысл работы с этим средством? Щелкнем ОК. Итак, мы видим, что на экране случайным образом меняются те изображения, которые мы вложили в процессе редактирования. Я щелкаю. Зафиксировалось какое-то изображение. И к нему случайным образом три ответа. Лишь один из них правильный. Ну, в данном случае это флаг Швеции. Щелкаю. Зеленая галочка показывает, что все правильно. Пошло мелькание дальше. Щелк. Это флаг Швейцарии. Верно. Щелк. Ну, если я ошибусь, то красный крестик покажет, что я не прав. И найду верный вариант. Ну, и так далее. В данном случае все варианты будут перебираться без повторения. И потом начнется все заново. Итак, я набрал 350 очков. Сбрасываю. Средство начало работать. С этим все в порядке. И все понятно. А теперь давайте перейдем на следующую страницу. Посмотрите. В качестве изображения вишенки. Одна вишня, две, три, четыре. Я подписал их один, два, три и четыре. Но режим работы выбрал рукописный текст. Ок. Что изменилось? Щелкаю. Одна вишенка. Ответ я должен написать вот здесь вот. Чем должен написать ответ? Ребенок стоит у доски. У него есть инструменты. Он выбирает карандашик. И пишет. Единичка. Дальше щелкает вот по этой вот кнопочке. Ах. Если ответ правильный, появляется зеленая галочка. Щелк. Так. Две вишенки. Пишем. Две. Верно. Щелк. Четыре. И, наконец, последний заложенный вариант. Три. Думаю, мы набрали максимум. Действительно, 800 очков. Неудобство работы с этим средством состоит в том, что при редактировании я не могу использовать русские буквы. Это средство распознает либо цифры, либо буквы английского алфавита. Но, тем не менее, видите, можно привести, найти применение даже этому варианту. Осталось нам рассмотреть, как происходит редактирование. Не думаю, что для вас будет в этом что-то сложное. залезаем в коллекцию, находим выбор изображения, вытаскиваем это средство на свет божий. Далее выбираем выбор изображений. Далее выбираем выбор метки или ввод рукописного текста. Пусть это будет выбор метки. Воспользуемся уже знакомой папочкой, которая содержит флаги различных государств. Быстренько переместим соответствующие поля флаги. Германия, Франция, Швеция и Швейцария. И сделаем соответствующие подписи. Германия, ой, прошу прощения. Германия, Франция, Швеция и Швеция. Германия, Франция, Швеция и Швеция.